Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «День города» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня. В Ермеши прошел 19-й турнир по лужным гонкам, посвященный памяти майора милиции Владимира Пиминова. В соревнованиях участвовало около 200 человек. Прививочная кампания против ковида продолжается. Как чувствуют себя те, кто вакцинировался? Хрупкий мир в художественном музее представили тонкую графику и экспрессивную живопись Елены Гуриной. Каждая ветвь власти должна работать как часы, чтобы минимизировать количество жалоб от населения. Ямочный ремонт на улице города нужно завершить к концу апреля. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил на заседании правительства региона, которое де юре было посвящено инвестициям. Но де-факто касалось вопросов благоустройства города. Максим Васильев продолжит. Улицы Рязани требуют ямочного ремонта. С этого начал заседание Кабмина Николай Любимов. Снега в городе все меньше, а вот традиционных весенних выбоин на асфальте как подснежников. Времени на раскачку нет, заявил губернатор. Впрочем, в мэрии это прекрасно понимают. Ежедневно ремонтники латают 100 квадратных метров и готовы ускориться. Сроки выполнения работы от губернатора вполне подходящие. До 1 мая мы вообще все должны в плане ямочного ремонта закончить, чтобы люди к праздникам уже могли спокойно передвигаться по дорогам. Этому будет, я думаю, способствовать и погода, чтобы мы уже с вами вместе могли что-то реальное показать людям. Не просто ответить, сколько у нас метров квадратных в день заливается, потому что это не видно никому, к сожалению. А сколько исправлено дорог и где у нас еще какие-то, не дай бог, проблемы остались. Количество жалоб – главный индикатор работы властей. Сегодня рязанцы в большей степени недовольны перевозками и несоблюдением маршрутками графика движения. Муниципальные власти уже восполняют рейсы своими ресурсами. На линии работает 12 дополнительных автобусов. Многие перевозчики не выполняют в полной мере свое расписание. Я даже их могу назвать. Это ИП Глебов, то есть такие перевозчики, которые выполняют на 30% свое расписание только и выполняют. ИП Глебов, Рязань, пассажир транс – 29% от нормативного. Таксавта – 70%. Ну, есть целый список. Мы с ними работаем, уведомляем их и, наверное, надо будет применять к ним меры судебного воздействия. Потому что действительно, по-другому мы повлиять перевозчиков не можем. К стандартной повестке правительство вернулось уже ближе к середине. Кабмин поддержал преференции субсидий для малого и среднего бизнеса при строительстве промышленного индустриального парка и начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Успенское Скопинского района. На это Минспорта региона потратит 25 миллионов рублей. Ну и напоследок прозвучали цифры занимательной статистики. Из 913 поручений губернатора срок исполнено 876. Остальные продлены. Отсутствие реакции чиновников не зафиксировано. Максим Васильев, телекомпания «Город». Вынесли приговор по делу об убийстве вблизи Политаевского рынка. Напомню, само преступление произошло еще 16 октября прошлого года. Тогда преступника задержали очевидцы. С подробностями дела Валерий Седов. Без этих троих мужчин поймать преступника было бы куда сложнее. Все они стали свидетелями убийства и сами задержали злоумышленника. Еще в октябре прошлого года одурманенный наркотиками мужчина пришел в кафе выпить. С посетителями у него возник конфликт, который на словах решить не получилось. Уже на улице мужчина ударил ножом своего оппонента в шею. Трое очевидцев попытались помочь. Пока одни оказывали первую помощь, двое других задержали преступника. Они удерживали его до приезда полиции. Сейчас ему вынесен приговор. Действия виновного квалифицированы по части 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении данного преступления. Ему с учетом ранее неотбытого условно-досрочного наказания окончательно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Прививочная кампания против ковида стартовала еще в конце декабря. Как проходит процедура вакцинации, как чувствуют себя те, кто уже привился, расскажем далее. Вся процедура напоминает обычную прививку от гриппа. И медсестра та же, и делают заветный укол так же быстро. Только вот прививают сегодня от коронавируса российской вакциной «Спутник Ви». Зараза – это очень серьезная. Конечно, она не кончается. Видимо, в скором времени она не кончится. Поэтому поступило такое предложение. И мы как бы согласились с женой вместе сделать прививку. Александр делает уже второй укол. Дело в том, что сама процедура вакцинации проходит в два этапа. Две прививки с разницей в три недели. После первой осложнений у мужчины не было. Теперь вместе с супругой надеется, что вторая тоже пройдет без последствий. Можно говорить о прививочных реакциях, которые часто встречаются. Например, относительно часто встречаются. Это повышение температуры. Какая-то местная реакция в месте инъекции. Небольшое покраснение, может быть. Небольшая болезненность в месте инъекции. Как правило, других каких-то более серьезных осложнений, обычных явлений не отмечается. Валерий Демихов признается, что вакцинация в Рязани проходит вяло. С конца декабря в научно-клиническом центре гематологии, онкологии и иммунологии первую часть вакцины получили около 600 человек. Полностью привиты от коронавируса 300, а это меньше 1% жителей города. Вакцинация от ковид это на сегодняшний день единственное, что поможет нам всем вместе остановить пандемию. Потому что другого надежного метода профилактики, кроме вакцинации, вирусных инфекций, прежде всего я имею в виду, не существует. А глобальная проблема, почему люди не идут на вакцинацию, говорят врачи, это слухи, которыми обросла прививка. Но специалисты утверждают, что на уровне слухов все это и остается. Такого же мнения и рязанцы. Мы делаем прививки от гриппа каждый год, и про них тоже много мифов ходит. Поэтому мифы мы не слушаем. Мы смотрим уже на результат. Когда прививочная кампания закончится, неизвестно. Вакцинация продолжится до тех пор, пока иммунная прослойка населения не достигнет 70-80%. Говоря проще, пока у большинства россиян не появятся антитела. А прививку от коронавируса делают в 11 медицинских учреждениях города и области. Адреса можно узнать в интернете. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В минувшие выходные в поселке Ермиш Рязанской области состоялся традиционный открытый турнир по лыжным гонкам, посвященный памяти погибшего при исполнении служебного долга майора милиции Владимира Пименова. Подробности далее. В рабочий поселок Ермиш на трассу на Чудочкиной горе приехали около 200 человек из разных районов Рязанской области. Московской, Нижегородской и Архангельской областей. И Республики Мордовия. В соревнованиях приняли участие команды УМВД России по Рязанской области и Рязанского филиала Московского университета МВД России имени Владимира Кикотя. Проведение соревнований такого высокого уровня в Рязанской области способствует популяризации лыжного спорта и здорового образа жизни среди молодежи. В них принимают участие спортсмены из разных регионов Российской Федерации, имеющие спортивные разряды и престижные титулы. Поэтому прийти к финишу первому будет очень непросто. В то же время достижение высоких результатов в спорте зависит не только от уровня физической подготовки. Я надеюсь, что на лыжной трассе вы сможете продемонстрировать свое мастерство, азарт соперничества, проявить им любые качества. После начала турнира состоялось возложение цветов к мемориалу воинам, погибшему на фронтах Великой Отечественной войны, и памятнику майору милиции Владимиру Пименову, погибшему при исполнении служебного долга. В ходе турнира было организовано несколько забегов, в которых соревновались участники разных возрастных категорий на дистанциях в 3, 5, 10 и 15 километров. Прибывших на соревнования ожидала полевая кухня, вкусная каша с тушенкой, приготовленная на открытом огне, и горячий чай с пирожками согрели спортсменов и зрителей. Всем призерам и победителям 19-го турнира по лыжным гонкам вручили медали, дипломы и памятные подарки. Организаторы соревнований заверили, что в следующем году лыжня Пименова пройдет на таком же высоком уровне. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Эта выставка неслучайно совпала с началом весны. Мир цветущих садов и тонкого стекла, созданный двумя московскими художницами, погружает в область фантазии и снов и настраивает на мечтательный романтический лад. Тонкая графика и экспрессивная живопись Елены Гориной. Композиции, на первый взгляд, абстрактные, между тем остро передают атмосферу, состояние и настроение. Это впечатление. Это впечатление. И не случайно выставка называется «Хрупкий мир». Это мир женской души. Он настолько хрупок, настолько неуловим и так ярок. И если вы пройдете по выставке, то вы увидите, что большая часть работ живописца и графика посвящены весне, лету, цветам. Это то, что окружает нас с вами и женщину. То, что так близко и понятно В этом творчестве широкий спектр эмоциональных состояний. От экспрессии до умиротворенности. Невольно зритель остановится и задумается о вечном. Прямого действия и сюжета в полотнах не встретить, но цветовой и пластический строй. Мотив этих работ вызывают эмоциональный отклик. Очень тонко живопись Гориной, подчеркнута хрупкой прозрачностью и нежностью стеклянных скульптур Елены Алексеевой. Игра формы и света в работах скульптора дополняет впечатление иллюзорности пространства. Действительно гармонично работы живописца и работы художника декоративно-прикладного искусства на этой выставке смотрятся. Они рассказывают одну историю. Это действительно общая красивая история о человеческих отношениях, о наступившей весне и пробудившемся мире, о красоте. И, конечно, это история о любви. И мне кажется, что каждый на этой выставке может собрать свой пышный, благоухающий букет ярких впечатлений. Общее впечатление от выставки – мягкое, сияющее пространство, заполненное фантазиями и состоянием спокойствия и радости. Этот хрупкий мир, созданный двумя авторами, отражает мир женской души, способной в совершенно обыденном распознать красивое, волшебное, почти мистическое. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В КВЦ АК 10 марта открылась выставка ярмарка меховых изделий. Посетив ее представительницы прекрасного пола, смогут выбрать шубы и пальто из норки, мутона и нутрии. Спешите! Только пять дней. С 10 по 14 марта в КВЦ АК работает выставка продажи Тверской меховой компании за шубой. Для вас огромный выбор шуб и пальто. Размерный ряд от 42 до 60. Все меховые новинки по выгодным ценам. Скидки 30% на все. Такого еще не было. Мутоны нутрии от 15 тысяч рублей. Примерьте каракуль. Огромная цветовая палитра. Цены от 45 тысяч рублей. Я поклонница каракуля. А здесь очень большой выбор. Поэтому за шубой именно сюда. Мечтали о норке? Сейчас самое время ее купить. Скидки 30% на все. В следующем году прогнозируется дефицит мехового сырья. И как следствие, рост цены готового мехового изделия. Поэтому сейчас самое время покупать добротные и качественные шубы по выгодным ценам на Тверской меховой. На все изделия действует рассрочка без переплат. Успейте купить лучшую шубу для себя по выгодной цене. Выставка продажи Тверской меховой компании будет работать в КВЦ АК с 10 по 14 марта включительно. Это все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова